Остыть ещё не успела. Пол дымится, с потолка капает вода. Обугленная мебель – это всё, что осталось от интерьера комнаты в общежитии на Архангельской 11А. Огонь уничтожил её практически полностью. Дым на четвёртом этаже первым заметил молодой человек, живущий снизу, и бросился стучать во все двери. «Тётя Галя, выходите, грим». Я открыла, и уже дым такой чёрный, я сразу же побежала. Едкие чёрные клубы моментально распространились по всем этажам. Не растерявшись, молодой человек двинулся к горящей квартире. Дверь была открыта, за ней лежал мужчина. Сосед схватил его и вытащил в коридор. Тем самым спас ему жизнь. Так рассказывают жильцы. Сам герой на камеру рассказывать стесняется. «Сразу моментально они дымом потянули. Они как посмотрели из этой комнаты. Он его вызвал». Затем подоспели пожарные. Им предстояло убедиться в том, что в горящей квартире нет людей. «Проникнуть сразу не могли, потому что тут температура такая, что хуже, чем в парилке. Насходит больше. На голову течёт кипяток прямо». Пока беседуем со спасателями, внутри появляется вероятный хозяин квартиры. Его-то и спасли соседи. Как всё произошло, рассказать не может. «А как загорелось-то?» «Я спал». Похоже, сон берёт своё и сейчас. Возможных причин пожара несколько не исключено, что соседи из другой комнаты оставили включённой плитку. А может, виной всему непотушенная сигарета. К последнему варианту, впрочем, больше склоняются обитатели этого дома. По их словам, жильцов комнаты часто видели в нетрезвом состоянии. И тропа для собутыльников здесь никогда не зарастала. «Органы опеки отняли у них, ребёночка, бабушке на воспитание отдали. Они оба не работали. Он здесь вообще не прописан. Этого и следовало было ожидать. У них собирались вся тюрьма, весь континент. Кто не работает, чем они там занимались, непонятно. У них драки постоянно были». В каком-то смысле повезло, что всё случилось. И именно днём, говорят пожарные, в ином случае трагедии удалось бы избежать едва ли. Алена Александрова, Василий Попорин. Новости Волгды.